Всем привет, это Айс. Сегодня мы играем Ведьма К3, Кровь и Вино. В этом ролике мы собрали все бобы и отправляемся в Дунтынны, на финальную битву с Дэтлофом. Замес продолжается. Портал в фонтане? Не слишком практично. Это был тайный ход. Мы с Анриетой пользовались им тогда. Сбегали от гувернантки, что она, по счастью, описала в своем дневнике. Поэтому я знал, где вас ждать. Юная барышня согласилась помочь прибрать балаган, который сама же устроила. Да, согласилась. И не говори со мной, как с ребенком. Ты бы предпочла, чтобы я говорил с тобой, как с обманщицей? Сиана, ты уже натворила дел с одним вампиром. Может, не стоит цепляться еще к одному? Тогда пускай еще один вампир. Меня не достает. Да те рот давно не затыкали просто. Сделаю все возможное. Теперь идем. Я правда хочу все это закончить. Последний раз посмотри на фонтана, на дворец. Сейчас Дедлог тебя разорвет на части. Я не буду ему мешать. И герцоги не буду мешать, чтобы он разорвал. Потому что она тупая. Красиво здесь. Правда. Прекрасный вид на всю долину. В ясную погоду можно даже разглядеть и чертания Дунтынны. Здесь, что ли? Развалины, как развалины. Не на грош впечатлительности. Что Дедлов тебе нашел? Может, он сам тебе скажет? Нервничаешь? Угу. Я всегда нервничаю перед встречей со своими бывшими. Особенно с вампирами. Не думаю, что он настроен шутить. Да я знаю. Честно? Да, я нервничаю. Вообще-то я хотела смыться. Я вроде как дала вам слово, что помогу. Только чего оно стоит? Но я должна ему эту встречу. Вот и все. Внимание. Дедлов сейчас будет здесь. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры делал DimaTorzok Девушки отдыхают. Ты всегда мне лгала. То, что нас связывало, это ложь? Все не так просто. О, нет. Все просто. Ты или лгала мне, или нет. Я прощаю тебя. Но нам пора расстаться. Что? Но как? Ленточка. И снова я в дураках. Она заплатит. Раньше, позже, но заплатит. Не стоило тебе вмешиваться, быть маг. Бля, я ничего не имею против, чувак. Сука, нахуй я эту ленточку достал. Бля, не убивайте друг друга, блядь. Из-за баб пиздитесь, сука, тупые, блядь. Два долбоебов. Из-за тупой пизды, блядь. Ёбнутые. Ну все, пидорас. О, теперь ты напросил. Я хотел только получить девушку. Она для меня. О, мы не хотим. Молчи. О, мы не хотим. Ты тупой, Дедлов, блядь, ты как школьник себя ведёшь. Ебать ты, блядь. А если веришь в мою, начнешь им болеться. Что-то безумное начинается. Ой-ой-ой, это чё такое-то? Ёбушки. Ёбушки-воробушки, ёбушки-воробушки. Я просто бегаю. Да ёб твою мать. Ебать, блядь. Вот это я попал. Давайте ещё раз попробуем. Вообще нежданчик. Сейчас на вампира смазочку ещё сделает. Чё-то очень... Вот в эти ловушки он же вляпывается в них. Блин, непонятно. Вроде он их там не ставил. Скипнем, битву. Скипнем, скипнем, скипнем битву. Давай. Так, смазка против вампиров. Так. Зелья, зелья, зелья накрыты. Давайте выпьем. А, у нас уже там действует. Так, окей. Чё я там одел? Ничего? Отлично. Я хотел только получить девушку. Вы обманули меня. Опа. Мы не хотим. Никто там тебя не обманывал? Ты тупой, блядь. Ты просто тупой вампир. Тупой. Высший вампир. У меня такие же вампиры в школе учились со мной. Когда-то, когда я учился в школе. Каждый школьник так же ведёт себя, как ты. Приземляйся, давай. Держи. Продолжение следует... 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 я так понимаю вам мешает ночлежка это почему же гляди балар еще один защитник бедноты нашелся мешает тот наши бабы ребятишки живот а рядом с такой голодьбой нормальные люди даже пройти боятся порядочные люди это вы значит а что есть сомнения есть ты слыхал артуа она средь бела дня оскорбляет отойдем-ка в сторону добрый человек мой друг сам справиться с этой жаркой дискуссии сколько мне еще ждать больно сука порядочные были добро намек понял валим отсюда сердечно благодарю вас за помощь я пытался их уризонить но опасаюсь что если б не вы быть бы мне битым безмерно вам обязана чего они от тебя хотели это соседи они хотят чтобы я перенес ночлежку в другое место им не нравится что я помогаю нищим я бы и не возражал ее перенести но мне некуда вы ко мне по какому-то делу чем я могу вам помочь послушай мы ищем человека у которого было задание для чистильщика обуви на рюде горле для чистильщика я его знаю славный мальчик кто из твоих подопечных недавно с ним встречался или собирается встретиться к сожалению ничего не могу сказать но вы подождите немного скоро все начнут подходить за едой сами с ними и поговорите мы подождем спасибо за предложение дорогие мои прежде чем я подам вам суп два этих господин хотят задать вам вопрос прошу у вас сосредоточьтесь и отвечайте осмысленно и коротко иначе ваш суп остынет а вы бы этого не хотели правда нормально там что четверо из вас в последнее время доставляли чистильщику запечатанные письма вы знаете что это за дело если так то скажите роман что я буду вперед лезть сказано было никому про письма не рассказывать но мне это ты рассказать можешь у тебя было письмо и ты его отдал да хорошо роман благодарю кто еще у меня тоже было я отдал чистильщику и у новенького но его нет он не скажет новенькие а у меня до сих пор письмо я его отдам только через два дня после святого варнавы давай письма давай это дело государственной важности я с тобой цацкаться не стану но я его должен отдать собственные руки никому не показывать так сказала та госпожа грозная была лучше всего помогать тем кто справедлив и честен эти люди очень помогли не только мне но и вам всем если кто-то вам угрожал вы не обязаны держать данное слово ладно короче герцогини самому тащиться не придется там вечно такая грязь герцогини да хочет убить свою сестру или что я не очень понимаю зараза что действительно пятая фамилия сам посмотри но и но скажу тебе даже я такого не ожидал в этот раз ты займешься княгиней похоже на то что мы недооценили сиану судя по всему дедлов должен был буквально вырвать ей сердце но сперва сверни ей шею увлекательно теперь головоломка сложилось боюсь это больше не увлекательная головоломка но чрезвычайно важное дело у нас есть доказательства что в тусэнте готовился переворот княгиня была последней целью деклафа сиана это спланировала с самого начала определенно все логично геральт сперва 4 вроде бы случайных трупа достаточно чтобы люди заговорили о бестии мстители все она отомстила не привлекая к себе никаких подозрений а последней должна была стать княгиня если бы ей удалось довести план до конца никто бы не усомнился в том что она генриет опала жертвой собственных проступков весь баклер знал что княгиня не слишком сострадательно этим бы ее смерти объяснили зачем вы себя не убивать сестру из жажды власть из зависти из врожденной склонности к злу да да еще раз да все три объяснения годятся и не исключая друг друга впрочем если тебе интересно можешь сам ее спросить думаешь это хорошая мысль в конце концов это же мы разрушили ее хитроумный план думаешь она захочет с тобой разговаривать но спросить то ты можешь согласно некоторым философом истину можно узнать лишь эмпирическим путем ты говоришь княгиня держится она под замком дворе не настаивали на более суровой каре думаю что она генриета хотела в той же степени защитить свою сестру от самосуда что и своих подданных от преступницы в любом случае она сидит в закрытом крыле дворца и ждет официального процесса мне придется как-то обойти стражников чтобы до нее добраться ты со мной нет встретимся на мэрлашес после всего что здесь устроил дедлов и его помощники мне бы не хотелось показываться во дворце кроме того обществу сестры досточтимой княгини я предпочитаю простой отвар из мандрагоры то есть проще говоря ты собрался нажраться в одиночестве потому что ненавидишься а ну не люблю столь категоричных утверждений но признаюсь в ее присутствии я бы за себя не ручался она жестоко обошлась датлофом и стала причиной его смерти а теперь еще и это нет я подожду на кладбище фуфуфуф ну что ребята это был долгий квест всем спасибо за просмотр кому ролик понравился был интересен ставьте лайк оставляйте комментарий подписывайтесь на канал впереди нас ждет продолжение ну и помимо этого много интересных роликов до новых встреч пока